Доброе время суток, товарищи! Давно не слышались. Мы тут подумали и решили выпустить несколько нестандартных для нашего канала ролик. Обсуждение оптимизации и косяков Source Engine на примере компьютерных игр от Valve. И первой, разумеется, будет Half-Life 2. Первая локация, внутри которой мы можем перемещаться в игре, это вокзал Сити-17. Стоит отметить, что обращать внимание мы будем не только на те места, докуда может дотянуться рукой игрок, но и на так называемый бэкграунд уровня. И вот с него мы, пожалуй, и начнем. Если обратить внимание на туннель, из которого приехала электричка, то в глаза бросается явная проблема с освещением 3D-модели рельс. Хоть это и выглядит дико, но этому есть весьма прозаичное объяснение. Дело в том, что в Source Engine используются устаревшие технологии. Если не вдаваться в терминологию, а показать на конкретных примерах, информацию будет проще усвоить и избежать подобных проблем в ваших будущих работах. Итак, проблема в том, что освещение и затенение 3D-моделей в Source Engine просчитываются не попиксельно, а исходя из местоположения центральной точки объекта, именуемой Ориджином. То есть, если эта самая точка будет находиться в тени, то и вся модель будет таковой. В примере с рельсами все точно противоположно. Центр модели находится в освещенном месте, поэтому в туннеле мы можем видеть засвеченные мэши. К сожалению, исправить полностью эту проблему нельзя. Есть несколько решений, но я могу их назвать лишь полумерой. Первое. Разрезать огромную модель на несколько составных частей, но в месте их стыков все равно может оставаться некий контраст по яркости. Второе. Использование правильно отстроенного освещения на карте, чтобы большие модели не попадали в тень от других объектов. Третье. Использование искусственных точек для просчета освещения. Да, вы можете заставить игнорировать родной Ориджин. Запомните, для моделей в проб Статик подходит сущность InfoLighting, а для проб Дайнамик сгодится любой InfoTarget. Ничего не перепутайте. Кстати, освещение брашевых сущностей работает по такому же принципу, как и моделей. Например, Фанкдор-сущность, которая находится в начале игры на свету, в момент ухода в тень останется все так же ярко освещенной. И вот это никакими Ориджинами не исправить, к сожалению. Скорее всего, вы увидите такие примеры в дальнейшем. Продолжим осмотр карты Valve. Видите это ужасное мерцание? Это уже не какой-нибудь недостаток движка, а самая банальная халатность. Часть 3D-модели погружена в грунт. Разработчику было бы достаточно поднять рельсу хотя бы на один юнит вверх, и проблемы бы не возникло. Таких примеров в Half-Life будет очень много, и мы постараемся не акцентировать внимание на том, что уже было говорено ранее. Возвращаемся на грешную землю. И что мы замечаем? Странные тени, словно шов перед глазами. На самом деле так и есть. И бывает так по нескольким причинам в Source Engine. Во-первых, это может быть между двумя соседними брашами в том случае, если у них не одинаковое значение люкселей. На канале об этом был ролик. Это может быть незаметно на хорошо освещенных картах. Но вот в местах, где падает тень, сами понимаете. Второй случай, когда значение в люкселях одинаково, но один из брашей чуть-чуть смещен относительно соседа. Либо смещался, а затем правился вот таким образом. После чего визуальная текстура лежит как нужно, а вот люксели нет. Ну и последний, достаточно рядовой случай, когда рядом стыкуется обычный браш и дисплейсмент. Точно так же, как брашевые стены и двери контрастируют с обычной геометрией, так же и дисплейсменты повторяют их судьбу. Вокзал Сити-17, как вы могли догадаться, именно такой случай. Решить полностью эту проблему нельзя. Но можно взять, да и выставить размер сетки люкселей у дисплейсмента в два раза меньшим значением, чем у брашворка. Тогда разница будет практически неощутимой. Что ж, ладно, продолжим. Хотелось бы обратить внимание на вот какой момент. Если у вас на карте не планируется вертикальный геймплей, то есть игрок не сможет прыгнуть выше своей головы, то очень разумным решением будет отсечь от рендера все ненужные грани геометрии, как это было сделано вот здесь. Однако, все же мест, где этого не было сделано, у Valve тоже предостаточно. Так, что мы еще пропустили? А, есть забавный момент. Глядите-ка, у здания на стеклах есть фанк оклюдер, причем односторонний. Я никогда не мог понять для чего, ведь игрок никак не мог подняться на такую высоту на этой карте. Что оклюдеры должны были скрывать позади себя? Единственное, разве что вот эти каркасные металлоконструкции в какой-то момент скрываются от рендера, когда вы едете в поезде. Если у вас будут мысли на этот счет, оставьте их в комментариях. Я прочту. Теперь, если скомпилировать карту и посмотреть на плотность портала в кадре, можно заметить много лишнего. Например, вот такие конструкции, почему их не превратили в фан-дитейл? Ведь можно было существенно сократить количество листьев в кадре. Я не прав в чем-то. Ну, закончим с этим биомом и последуем дальше, наконец-то. Как вы могли заметить, карта выстроена таким маршрутом, где нет прямой видимости между несколькими большими локациями. Разумеется, это сделано не столько для красоты и удобства, сколько для оптимизации видимости. В данном тоннеле используются два аэропортала, которые помогают отсекать геометрию позади этих стен. Переходим в зал ожиданий. Частенько на форумах можно было увидеть вопросы, для чего Valve использовали скип-текстуры, которые все равно не участвуют в компиляции карты. Давайте раз и навсегда закроем эту тему. В данном случае, когда скип не окрашивает хинтбраш или любую другую инструментальную текстуру, он используется как маркер для обозначения. Например, что в этой зоне стоит какая-нибудь модель. На случай, если ее временно скроют в редакторе Hammer и забудут об этом. Все, никакой магии и конспирологии, простая практичность. Ранее я уже говорил о том, что если на карте не предусмотрен вертикальный геймплей, то лучше скрывать невидимые глазам игрока грани текстурой нодра. В этом же зале данный ларек сверху ее не покрыт. Почему? Потому что разработчик подумал головой. Он допустил мысль, что игрок может попробовать забраться на столы и прыгать по ним. Или на вот эту тележку залезть. Когда вы продумываете уровень, всегда нужно представлять нетипичные в реальной жизни ситуации. За исключением полетов сквозь стены, разумеется. Но особо в зале задерживаться не будем. Можно было бы обратить внимание на потолок, но это уже будет придиркой от меня. Кстати, вы могли заметить, что на данной карте не присутствует ни одного хинт-браша. Потому что тут особо и нечего оптимизировать. Летим дальше. Заборы неинтересны, а вот фейл в назидании другим здесь присутствует. Обратите внимание на эти ступени. С чего бы начать? Во-первых, почему-то, по какой-то неизвестной причине, пол в этом месте состоит из двух брашей. Возможно, автору казалось, что он поможет оптимизации этим. Ну, ладно. Интересует другое. Почему автор просто взял и скопировал браш таким образом, что текстуры остались запеченными на тех же координатах, что и первая условная ступень? Этого можно было бы легко избежать, если бы в Hammer просто отключена была одна кнопка на панели инструментов. Я уже даже не спрашиваю, почему здесь ступени не из треугольников, лежащих на косом браше. Друзья, никогда в жизни так не делайте. Перед вами один из самых ужасных вариантов создания лестницы. Перейдем к депо. Потолок здесь выполнен в фанк-детайл, что является очень мудрым решением, исключающим нарезку множества неправильных порталов на карте. Ну, а наш ролик мы будем заканчивать последней придиркой, которая также может быть полезна начинающим мапперам в будущем. Если зайти в допросную с Барни, можно обнаружить, что рендер соседнего помещения никак не перекрывается, а находясь там, не перекрывается рендер улицы. Решить и то, и другое можно было бы очень просто, поставив аэропортал и закрепив его к этой двери. А также еще один аэропортал на месте окон, превратив перегородку между ними в фанк-детайл. Пожалуй, и на этом все. Если вам интересен подобный формат видеороликов, поддержите нас лайком и в соответствующем комментарии. В случае положительной тенденции мы продолжим данную серию видео. Ну, а пока... Удачи, тамадачи!